Друзья, всем привет! В этом ролике разберем фарм призраков в пепельном лесу. Давно собирался туда, но добрался только сейчас. Давайте разберем, кому это нужно, сколько можно нафармить и какую экипировку для этого использовать. Сразу лупани лайкосик авансом, чтоб не забыть. Можно сказать, что мопчики там гасят не по-детски. И если ты туда собрался, то нужно по максимуму обмазаться вазелинчиком, чтоб не так больно попе было. И удели 5 минуточек своего времени для этого видосика, досмотри до конца, тогда вазелинчик можно оставить для других дел. И кому же нужна та пепелка? Это три категории путешественников. Первая, это те, кто просто хочет изучить мопчиков. Вторая категория, кто собирает листочки ктрана для внешки или перстень старьевщика. И третья, кто хочет себе заточить жерелку деборики. Жерелки на аукционе не купить, там 500 ставок на сегодняшний день. И остается их только фармить. Фармить итемки и сливать там вторые свитки удачи, так себе занятие. Есть категория особо удачливых игроков, которым часто дропает бижанок за арках. Можете проверить свою удачу тут. Мусором тут сильно не разжиться, но получается больше, чем на кзарках. Еще плюсом есть дополнительный доход кофрасов с аруару, которые довольно часто тут спавнятся. Перед походом в пепелку, во-первых, нужно сделать 100% резистов от опрокидывания. Призраки прям так и норовят положить персонажа на лопатки и отодрать как следует. Этого им позволить никак нельзя, потому берем шлем грифона или лабрезка с 25% резистов. В кроссы пихаем камни с резистами. Еще пихаем 4 хума. По инкрустации все, получаем 57% дополнительных резистов от опрокидывания. Можно запихать в шлем еще 20% резистов, но это думаю лишнее. Далее берем обязательно баф пристанища, там получаем еще 10%. Алхим камень улучшенный вэл, даст еще 2%. Если использовать звезду ферле, то будет проще достичь капов 100%, но теряем в атаке. Добить 100% резистов поможет или пвп обет, или зелье карка. Тестил оба варианта, вариант с карком как по мне лучше, потому как у меня его дохвы сбытки накопилось и теперь есть куда использовать. Плюс пв и обет добавляют больше снижения урона от монстров. Собираем 100% и больше, потому как один опрокид может стать последним. Привидения очень коварны. Делал 92%, все равно опрокидывают и персонажу становится очень больно. Там прям 100% маст хэв. Перед походом в пепелку обязательно заходим в ближайшее отделение церкви и берем бафы на атаку и защиту. Алхимку выбираем так. Если сильно пробивают, берем зверя. Если нет, то эликсир гнева. Вторая химка, экстракт лесного духа или карк. По фарму все просто. В лесу разбросаны парящие яйца. Это как они называются? Зерно разлома. Вокруг которых тусят призраки. Если долбануть по яйцу, то привидения вокруг быстрее начинают атаковать, плюс появляются мелкие. В общем, обитатели не любят, когда яйцо кто-то трогает. Первым делом нужно убивать моба с фонарем. Это такой здоровый призрак, он светится зеленым. Пока он не начал накладывать на перца дебафы, всячески замедляя. Призраки с косами могут исчезнуть и появиться за спиной, пытаясь опрокинуть. В целом мобчики не особо толстые, но лучше иметь у себя минимум 281 атаку, чтобы хорошо с ними справляться. Дефа чем больше, тем лучше. Кусает тут прям очень больно. И, собственно, сколько тут можно нафармить? Итемка стоит 35 тысяч серебра. В среднем в час с первым свитком получается 2500 штук плюс-минус. Использовать второй свиток удачи смысла нет. Есть испаты получше. Главный дроп тут это ожерелки, листья, трана для крафта внешки, кафрасы и листочки с аруару. За 3 часа фарма дропнула одна ожерелочка. Как обычно, в первый час выпала итемка для крафта перстня старьевщика. О том, как выбивать такие артефакты, есть видосик на канале. Ссылочка появится где-то тут сверху и в описании оставлю. В час мне дропало примерно 5 листков ктарана. Плюс-минус. В общем, интересная локация. Особенно, если получается залутать ожерелку. Если кто-то тут фармил, то пиши в комментариях, как часто они тут дропаются. Да и вообще, пишите, что вы думаете про пепельный лес. Не забудь ёбнуть лайк этому видео. Тебе не сложно, а мне приятно. Подписывайся на канал, будут еще видосики. И всем пока, увидимся в мире Black Desert.